Добрый день, уважаемые мастера! Меня зовут Евгений, компания Днепротен Тулс и сегодня я хочу презентовать нашу новую мини-лед лампу для удаления элементов без покраски. Вот такая вот лампа. Размер лампы 425 на 200. Толщина ее 2 сантиметра. Рабочая зона у нас 365 на 180 миллиметров, значит лампа выполнена из пластика, на задней части имеет лебра жесткости, наш сайт, название и наш логотип, значит кромка защищена армированной резины, которая защищает лампу от механических повреждений, и рассеиватель в том числе, и сразу же служит и связующим материалом. Резина съемная, то есть можно получить доступ к замене рассеивателя или к обслуживанию лампы. Крепится лампа на систему LockLine 3-4 дюйма. Кабель питания сделан таким образом, он заходит через кабель и поступает в лампу. Он не будет путаться в LockLine, что удобно. Основной фишкой нашей лампы было то, чтобы сделать уже присущую нам манеру исполнения всех наших светодиодных ламп, это панель, чтобы находилась в передней части. Это удобно, когда вы работаете, то есть когда все находится перед глазами. Здесь представлено три комплектации, которые мы вообще будем изготавливать. Это трехполосная, четырехполосная и двухполосная версии. То есть, если вы обратите внимание, вся панель управления одинаковая, что упрощает вообще изготовление и сборку самих изделий. Так, по панели управления. У нас здесь имеются две крайние кнопки, это управление LED полосами и две центральные кнопки, это диммер, плюс увеличение, минус уменьшение. Это базовая комплектация, не будет на выбор, хотите вы диммер или не хотите. Он уже установлен по умолчанию на всех светодиодных лампах. Единственное, что мы предлагаем на выбор, это комплектация без присоски, как вот здесь вот. То есть, если вы хотите сэкономить, у вас есть присоска, вы можете заказать лампу без присоски. И полная комплектация, это лаплайн из присоски. Так, сейчас я вкратце покажу, как, что работает. Это все, наверное, с минимальной комплектацией. Вот у нас двухполосная светодиодная LED лампа. Подключаемся к сети питания, у нас загорается контрольный светодиод. Лампа подключена к сети питания, все она работает. Значит, включение здесь светполос довольно-таки просто. Каждая из кнопок отвечает той или иной стороне. В данном случае, по умолчанию, у нас с вашей стороны, это будет левая сторона, у нас, да, будут белая и теплая. И вот диммером сейчас мы уменьшим яркость. То есть, можно зажать и увеличивать. Можно подрегулировать. Оно не засвечивает, нет? Нормально. Так, то есть, включение-включение происходит просто кликом. В двухполосной версии все очень просто. Никаких здесь наворотов больше нет. В принципе, очень удобно и практично. Значит, один такой небольшой нюанс. Значит, при включении лампы в первый раз в сеть, ну, не первый раз, а вообще при подключении лампы к сети, яркость настроена на 85% мощности всего диммера. То есть, его можно немножечко добавить или же убавить по потребностям мастера. Это двухполосная версия. Трехполосная версия. Также панель управления. Также у нас загорается контрольный светодиод. Он голубенького света, приятный на глаз. Значит, здесь кнопка, крайние кнопки управляются коротким кликом. Центральная полоса включается чуть-чуть длинным кликом. То есть, нужно немножечко задержать на пару секунд палец на кнопке. Таким образом, мы включаем центральную полосу. Притом, независимо, какой кнопкой. Вы можете включить его левой, выключить правой и наоборот. Полосы крайние включаются-выключаются коротким кликом кнопок. То же самое, подстраиваем диммером на необходимую нам яркость. Еще раз. Крайние полосы включаются коротким кликом крайних кнопок. Центральная полоса включается длинным кликом. Тех же самых полос. То есть, на все управление задействованы только две кнопки. Так, это трехполосная версия. И самая, скажем так, нафаршировая наша версия, это четырехполосная лампа. У нее тоже, на все четыре полосы, у нас идет всего лишь две кнопки. Включили лампу. Загорается светодиод синего цвета. Короткий клик по умолчанию у нас установлено... Сейчас я притушу. У нас установлено холодный свет. То есть, коротким кликом включаем, выключаем. Если мы немножко задержим, мы включаем теплую полосу. Можно комбинировать. Или же включить оба света вместе. Также в четырехполосной функции... В четырехполосной лампе единственная лампа, которая имеет функцию программирования. Если, к примеру, вы больше пользуетесь теплым светом, а на данной лампе по умолчанию установлен на коротком клике холодный свет, вы можете зажать одновременно две кнопки. В это время светодиод меняет цвет на розовый. То есть, вот... на розовый цвет. Это говорит о том, что теперь на коротком клике у нас теплый свет. Для того, чтобы выключить белый, нужно немножечко задержать палец на кнопке. Вам будет удобно, чтобы не перескакивать. И вы работаете в теплом свете. Для того, чтобы перейти по умолчанию, нужно или выключить и включить лампу снова, или же зажать кнопку, включается синий светодиод, и мы работаем в белом свете. В принципе, если пользоваться первый раз, возможно, немножечко будет запутанно, запутанно, но в принципе, все довольно-таки понятно. И у нас диммер. То есть, сработка диммера минимум-максимум, где-то примерно 6 секунд. Ну, вот, в принципе, и все, что я хотел вам рассказать. Значит, вес лампы, если я не говорил, составляет... Сам плафон весит 600 грамм. Лампа максимальной комплектации с лаклами и с приписовкой весит 1 килограмм 100 грамм. Провод 5 метров. Штекер-прикуриватель. Ну, вот, в принципе, и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Будут вопросы, пишите, обращайтесь. Отвечу. Всем пока! Субтитры делал DimaTorzok